Мы знаем, что Константин видел то, что христианство было безвинным, не было организованным, как таковым централизованным. Оно не было. Если вы помните, в каждых местах ставились апостолами пресетера, служителя, епископа ставились. И принцип Тимофея был рукоположен, это была одна территория в других местах, но они не были централизованы, руководствовались с какого-то одного места. И поэтому христианство имело в себе невинность. При всем этом они понимали руководство священного писания. Многие верующие ходили в синагоги. Чтобы вы понимали, это была часть евреев. Но ненависть к евреям как таковым в Риме очень была большая. Они считали, что еврейский народ – это народ бундовщиков. Когда они сравняли Иерусалим с полем, а практически то, что вы видите сегодня, это восстановленное, это некоторая часть стены существует, все остальное было распахано. Римлянами, такая была сильная ненависть к евреям. Почему была ненависть к евреям? Рим не понимал, что значит поклонение, приношение жертвы невидимому богу. Их считали, вот с точки зрения римлян, их считали безбожниками. Их считали спиритистами. Нет всего мира. Потому что они поклонялись богу, которого не было на карте у римлян. И в это время, в это время Константина беспокоит, что христианство было сильно еврейским. Помните, мы говорим, ненависть, ненависть к евреям. Была очень большая в Риме, по всей империи. Они доставляли очень много хлопота евреям. Особенно тот бунт, который был во времена, когда еще был храм, стоял. Ненависть к евреям. И христианство было сильно еврейским. 325 год. Константин созывает епископов, или же можно сказать, первоконсилиум. Где он председательствовал. Это был первый за много-много лет собор. Собор, то есть собрание. Первое собрание было, мы зачитывали, Деяния апостолов. 15 глава, 5 стих. 15 стих, помните? 15 глава, 15 стих. О том, что делать с язычниками. То есть, что делать с неевреями, которые уверовали. В это время Константин, уже 325 год, делает, так называемый, Никейский собор. Собирает в Никее. Первую цель его назначена была, это собрать и упорядочить саму церковь. Если вы помните, само христианство в те времена, оно было, ну, не то чтобы бесконтрольным. Оно имело своих пресетеров, они зависели от разных регионов. И также были небольшие споры доктринальные. Какие-то были более иудейские, более свободные. Так как, можно сказать, сегодня большинство из христиан. Более религиозные, более нерелигиозные, более, можно, греческие, более иудейские по своей форме. Но, чтобы сделать доктринальную позицию, Константин собирает людей, епископов, в Никее. Это была, как мы говорим, повестка дня. Доктринальные споры. Но Константин использует эту возможность, чтобы реорганизовать саму церковь. Стать у главы всей церкви. Придать ей новый облик. Облик государственной, управляемой, целенаправленной, доктринально упорядоченной. Эту новость приняли на ура. Потому что, вы понимаете, что, будем говорить так, если брать на фоне Украины, например, западнянская церковь, она имеет свои какие-то уставы, какие-то там приспособления, внутренние положения, общины. Вот они там как бы... Принцип остается тот же. Шаббат, собрание, центральная домашняя группа. Но внутридоктринальные положения, применяемые к региону, были своеобразны. Как, например, отличается, например, Одесский регион, отличается от западноукраинского региона. По своей национальности, положения и так далее. Но само христианство имеет одни основы. Здесь, несмотря на эту разобщенность, Константин заявляет о том, что он хочет соединить, сделать одинаково для всех позиции. Это будет правильно, это хорошо. Кому не нравится это? Конечно же, епископа или же служителя общин согласились на то, чтобы это произошло. И дали возможность совершить эти перемены, как Константина. С чего началась реформация Константина? Как вы думаете, с чего нужно начать, чтобы уничтожить церковь? Ну, одно из них, это антисемитизм. Если мы помним, центральным, не центральным, основным механизмом привлечения новых людей к вере в Мессию, это были домашние группы, то есть шаббат, куда приглашали люди, где служение проходило, где можно было служить, где люди покаялись, где люди получали исцеление. Это приводило именно к людей, к Богу. И центральное собрание, которое собиралось все вместе, где-то больше, где-то меньше. Константин решил убрать малые группы, маленькие группы, решил убрать. Решил сделать централизованное служение. Поэтому он и строил базилики, то есть церкви, здания. Убрав домашние группы, где царила дружба, взаимопомощь, молитва, знание семей, которые приходят. То есть уничтожить дружелюбность в самой общине. Это была цель. Мы понимаем, что община собиралась на основное служение. Катакомбы это было. Были поместья богатых римлян, где были места для собрания. Но живым организмом и растущим были домашние группы. И я хочу сказать, что это мое личное мнение. Многие могут поспорить, те, кто смотрит меня на дисках. Это был шаббат. Это лично мое мнение. Шаббат, потому что именно в шаббат ты приглашаешь Божью милость, Божью благодать, благословение, чтение слова, благословение своих детей, благословение своей жены, благословение Бога. И там происходит мир. Там происходит ужин. Там идет преломление хлеба друг с другом. Не имеется в виду хлебопреломление, именно как причастие. А именно благодарность Богу за шаббат. И это шаббатски повторяет исход. Всегда шаббат напоминает нам о бесходе. Чтобы мы были рабами и стали свободными. Поэтому мое личное убеждение в том, что домашние группы базировались именно в праздновании шаббата. Потому что неверующие. В это время, именно до этого Никейского собора, Константин строит собор святого Иоанна. Собор святого Иоанна. Латерана. Не знаю, что это за собор. Этот собор отличался интересной вещью. Это была копия приемной императорской приемной. И вот на что было похоже этот собор. Мы придем к доске. Этот собор все представлял как бы здание, в конце которого было такое углубление, как бы особенное место, где стоял престол императора. Это было приемная его. Где люди сидели и слушали некоторые провозглашения, декреты всевозможные императорские. Константин строит эту базилику, церковь, собор святого Иоанна, в том же самом копии, только в большем размере. Где в конце этого места был трон епископа. И служба, вот именно люди сидели, слушая епископа. Кто-то стоял, можно было стоять. То есть фактически центром, все без взгляд, сюда. Мы понимаем, что он делает копию того же язычества, которое пребывало раньше. Где центром должен быть старший епископ. Где старший епископ должен быть. Через время оно меняется. Но мы говорим, он заложил основы. Но, если мы смотрим синагоги, которые были построены в то время, они сформировались немножко по-другому. Если вы помните, что придали книгу, свиток для Ишуа, чтобы он читал. До сих пор синагоги строятся тем же самым образом. Где-то менять, где-то больше, где-то меньше. Ну, оно приспосабливается уже к людям. Если поедете в Капернаум, где существует одна из старых синагог, которая осталась в то время, и там даже написано, что эта синагога была переделана, расширена внуками апостолов. Интересно, да? Синагога. Что там происходило? Люди сидели вокруг, вокруг. Здесь стояло, как мы говорим, Арон Кадош. Если мы увидим нечто особое, мы можем повернуть камеру. Примерно, у нас здесь нет завесы, у нас здесь есть Тора, да? В сторону Иерусалима было построено, строилось место для Слова Божьего. Понятно, да? Но люди сидели вокруг, потому что в центре, в центре, мы называем Бима, это то место, куда приносили Тору и обходили, да? Благословение. Заходили сюда и здесь раскрывали и читали ее. И еще вызвали, чтобы он читал. Вызвали и Павла Равшевула, чтобы он читал. И заметьте, что концентрация идет по кругу в центр. В центр всего слова. Здесь же, здесь идет другое направление. Все направлены вот в эту сторону. По этой модели сегодня построены все церкви. И даже многие синагоги уже в этом построены также. Это то, что сделал Константин, разрушив, приемлемо до того времени собрания, вот в синагоге, да? Когда люди вокруг Торы собирались, как бы показывая себе замкнутый круг, что бесконечность, это то, что они смотрели друг на друга. Здесь же, здесь в центре становилось человек, да? Здесь можно отсюда только видеть дотылки. Эти люди не могут друг друга видеть. Все направлено на то, кто говорит. Но это не самое противное, самое ужасное. Самое ужасное нас ожидает впереди. Там понятно, что это место, которое мы здесь, вот выход такой, типа тронного зала, особенно, да? Это было место отделенное, как бы превознесенное. этот формат остается для сегодняшнего времени. Из-за того, что это был проект, именно императорский проект, молитвенных, или именно базилика называлось, и он полностью финансировался через государственный аппарат, эти церкви строили стремительно по всей империи. Константин выпускает закон, гласящий, что дома молитвы должны быть отменены. Дом молитвы. Бейт Кнесет. На иврите. Дом молитвы. Бейт Кнесет. На сегодняшний день у нас осталось караимское название, не синагога, а кенасы. Если вы слышали такое, да? Кто вас слышал? Кенасы. Слово синагога вообще греческое слово. А на иврите до молитвы всегда был. Это Бейт Кнесет. И только уже караимы, мы называем караимы, это обращенный из татар или других народностей. Они так и называли синагога, но они называли кенаса. Кенаса, то есть Бейт Кнесет, дом молитвы. Константин запрещает эту форму дома молитвы. Он запрещает ее. Почему? Потому что в доме молитвы люди имеют общение. Они имеют общение. Сегодня вы пройдете в синагогу, там вы будете иметь общение, потому что мужчины стоят, стоя вокруг Бимы. Если посмотрите, вот у нас есть, в холле у нас есть картины, там выносят Тору, и все люди стоят, и они проходят вокруг Бимы, вокруг места, то есть совершить аллею, подняться к Торе. Мы не делаем этот религиозный обряд, чтобы не смущать многих людей и скажут, что мы совсем стали религиозными и стараемся людей в закону вести. Но в этом есть свой смысл и своя ценность, к которой мы надеемся придем, чтобы это было не накладно для людей. И это будет очень интересно, потому что во многих церквях делают то, что поднимают Слово Божие, и Библию говорят, вот это Слово Божие, которое говорит, что я могу иметь то, что я могу. Обещание Бога, которое говорит, и сегодня я буду слушать это Слово, оно останется во мне, и это Слово Божие. Они провозглашение делают. Так же самое делается с Торой. Поднимается Тора, и говорится, слушай, Израиль, вот Тору, которую Господь дал через Моисея. Это путь жизни, и так далее, и так далее, и так далее. То есть есть свои приглашения, но когда это происходит, почему-то сразу намекается на том, что это Старый Завет, а старое все прошло, теперь все новое. Но что новое? То, что построил Константин. Константин делает новое, он творит новое, что уничтожает принцип, который остался с первой общиной. Этот принцип уничтожается. Они пишут, что этот указ, сделанный Константин, вселяет страх в умы многих людей. Опять начинается преследование. Фактически домашние группы, домашние общения, вот этот бейт-кнессе, дома молитвы, они уничтожаются. В чем суть домовой молитвы? Кто поймет? Имеет общение. Мы говорим, помните, мы проходим в двор, там, где происходит нечто, там молитва. В Одессе было 286 религиозных не зданий, а мест. Были синагоги, а также были дома молитв. При доме таком-то, таком-то, где Лена сейчас живет, там был дом молитвы. То есть, построенный дом и в блоке, да, вот, жили евреи, не хотя идти далеко, то есть, субботний путь, да, они делали себе дом молитвы. Это могло быть большущая комната, где по такой же самому принципу было построено все. И туда приходили. И Константин практически запрещает дома молитвы. Переход от неформальной домашней общины к формальной базилике, да, дает Константину власть контролировать людей. Мы говорим, что чем достигало христианство людей? Своей близостью. Да? Не религиозностью самой, а своей близостью. Другие боги в суть не были боги. Для них было важно, что Иешуа умер за всех и сделал нас братьями и сестрами. Мы помогаем друг другу. Они были едины. Они помогали. Они были одной семьей. И до этих реформ христианство себя чувствовало одной большой семьей. Где бы ты ни был. Письмена, которые давали друг другу, где бы ты ни был. тебя приглашали. Сейчас Константин делает церковь зданием с специфической архитектурой, которая обязывала людей каким-то действием. Каким действием? Помните, мы говорили, что община первого века, она была немножко другой. Она не была религиозной. Они были богобоязнены, но у них была немножко другая структура в своем поклонении. Они не забывали, что был храм. Они не забывали, что нужно было приносить жертвы, которые еще в то время существовали. мы видим это из Деяния апостола. Когда пришел Павел из своего путешествия, братья собрались, говорят, Павел, много молвы ходит. Говорят иудеи, что ты учишь, чтобы не обрезаться. Конечно, Павел, это же не так. Но чтобы люди понимали, что это не так, пойти сделать по обряду. То есть принести жертву, взял еще людей, постриглись, все как нужно было. То есть обрядность сама была. То есть они не общая. Это община, это часть всего общества. Но при всем этом развивали те отношения, которые оставил Иешуа. Кто хочет быть большим, стань слугою. Отношения вот этой маленькой последней вечери, 12 человек, они общались, они были дружелюбны, он мыл ноги, они подавали пищу друг другу. Этот образ остался у ранней общины. И мы говорили, что мы заходим в двор, мы слышим вечером зажженные, видим зажженные свечи, люди сидят радуются, кто-то играет на сфере или кто-то на гуслях, кто-то начинает петь псалмы, радуются, веселятся, потому что это требует шаббат. Они читают Слово Божие, они молятся, это требует шаббат. Они дают даяние, приносят пожертвование для нищих, это требует шаббат. Потому что женщина, в еврейской семье, она всю неделю откладывает потихонечку себе остаток. Например, пошла, скупилась, сдачу она собрала потихонечку, сложила отдельно. И в шаббат она ложит это в специальную коробочку. Потом она пойдет и сдаст это бедному, нуждающемуся. Мы видим это принцип, который использовала первоапостольская община, то есть община первого века. И теперь Константин убирает эту модель, чтобы люди стали ходить туда, где целенаправленно идет контроль. Не то, что община первого века была бесконтрольная. Они контролировались внутри положением, которое было написано Павлом и управлением поведением членов общины. Они были там. Мы читаем послание к Коринфянам, к Ефесянам и другим. Там есть как поставлять служителей. Есть принципы поощрения и наказания. Там есть принципы, как и должно быть. Но здесь начинается контролирование. Что делает Константин? Убирая и домашние группы, он приводит людей для того, чтобы собираться централизованно и без страха. То есть не нужно опасаться преследований, не нужно опасаться, что тебя закуют и отошлют тебя на галеры, либо на колизей для зрелища. Он делает указ следующий. Я собираюсь сделать ясным для них, как должно прославить Бога. Разве есть больший долг императора, чем привести всех к почитанию и должному поклонению Бога истинной религии? Заявление очень правильное. Говорит о том, что ребята, все, что я хочу сделать, я хочу централизованно прославить Бога. И здесь ничего нет худого. Фактически можно основываться на Танахе, где приносились хвалебные песни, приносились жертвы, хвала и поклонения, были в Иерусалиме. Централизованно. И теперь он хочет сделать ту же самую, только централизовывать их в местах соборах. Не только под контролем епископов, но также и своим под контролем. Поклонение в домашних общинах было Вадимом Духом Святым. Всегда. Мы говорили, хвала и поклонение, мы говорили, там водились хороводы. И мы зачитывали об этом, что писали тогда историки, что они водили хороводы. Один хоровод был, то есть один круг и второй круг был. Они славили Бога, пославляли Бога. В один момент они останавливались, остановились на колени и приходило присутствие Божие, которое изменяло людей, которые приносили больных и так далее. Им не нужно было что-то особенных молитв и делать какие-то особенных объявлений. Это происходило в этих домашних группах. Там не было установленных форм как таковых. Их в синагогах вы должны понять, тоже нет каких-то особенных форм. И когда Ишуа вызвали читать Гавтору, где он зачитывает Лето Господне благоприятное, это не тревог, это Гавтора. И он говорит, это время исполнилось. И в этот момент привели к нему больного. И он исцелил мгновенно его. Это суть служения в синагоге. И это было чудесно, потому что фактически обвинение для Ишуа в чем было? Что он исцелял в субботу. Но зачем тогда было приводить больных? Всегда до сегодняшнего дня мы молимся в синагогах о больных. У нас есть молитвы, даже молитвы упоминания бруха, молитва благодарения или же молитва почтения. Если кто-то хочет почтить своих умерших, зачитывается молитва в сегодняшний день. И молятся за больных. До сегодняшнего дня молятся за больных. Колодно, да? надо будет изменить это все. Но что происходит дальше? Константин как верховный священник становится. Изменил очень круто все. Все пытается изменить круто. он приводит ритуалы римского суда. То есть как все должно быть. То есть все должно быть подконтрольно. Что за чем должно происходить? ритуалы, которые изначально были разработаны для поклонения языческим богам и императору, переносится в базилику. То есть переносится в центральное поклонение в церкви, в здании. служба поклонения, то есть во время поклонения становится централизованным публичным явлением. В это время уже многие вещи не происходили. Не происходило говорения на языках в это время уже, не было пророческого слова уже в это время не было и других позиций, которые потом мы будем говорить, что бог восстанавливал. Кто из вас смотрел фильм Рим или Римская империя? Никто не смотрел? Там много серийных, это по discovery было. Интересно то, что человек, который историк, который делает все эти описания и этот фильм звучит такая речь. Интересно, что имперский Рим наиболее сохранился в церкви. Он приводит, что и Рим как таковой до Константина вдруг этот императорский Рим начинает отображаться в самой церкви. Он говорит наиболее сохранился в церкви, которую когда-то он преследовал. Посмотрите на церковь. То, что вы видите в ее архитектуре, это архитектура императорского тронного зала. Он говорит посетите церковь и то, что вы услышите торжественность, хор, гимны происходят от церемоний Римского императорского суда. И это наследие Константина. Интересно, да? Такие перемены в поклонении продолжали развиваться и в пятом и шестом столетии. Во время Григория Великого Первого Папы Римского около шестого века модель прославления была окончательно установлена для ритуалов совершаемых в средние века. то есть к концу шестого столетия полная литургия, полный образец, как все должно было быть, устояло и стало формой. Одно из таких реформаторских движений, которые Константин делал, это уничтожение иудейских корней церкви, устранение. Отказ от иудейских корней веры. Константин не просто изменил место и стиль поклонения в общине или в церкви, в мессианской общине. Он теперь нанес удар в самое сердце, в жизнь самой общины. Он отрезал церковь от иудейских корней веры и привел ее к корню языческих греческих философий. Мы же говорили о том, что Константин, как многие римляне, ненавидели евреев. Они считали их странными и удивительными людьми. И после жестокого подавления иудейского восстания в 70-м году римляне открыто выражали свое негодование против иудаизма как такового. Я знаю, что сделали дорогу из постанцев, распятых от Иерусалима до Рима. Таким образом было подавлено восстание. Начиная с реформы в 325-м году Константин постоянно очищает церковь от иудейских элементов. В своем письме к епископам регионов, которые следовали постановлениям собора, он установил, что не полезно для церкви следовать обычаям иудеев. Говоря о соблюдении Песоха, он говорил так, да не будем мы иметь ничего общего с иудеями, которые есть нашими противниками. это нерегулярность в Пасхе должна быть исправлена, чтобы мы более не имели ничего общего с иудеями и убийцами нашего Господа. Можно говорить на первое публичное заявление главы церкви, императора против корней веры иудейской, называя иудеев убийцами нашего Господа. Проявление антисемитизма. Евсевий, современник и соратник Константина, подытожил решение Никейского собора следующим образом. Оказывается, негодлив для нас следовать практикам иудеев. Практикам. То есть Паша, выключи на секунду его, конституционер. Оказывается, негодным для нас следовать практикам иудеев. Да не будем мы иметь ничего общего с отвратительной иудейской толпой. Да делим мы себя от участия в их низостях. молитесь непрестанно, чтобы наши души не были запятнаны дружбой с их обычаями. Все должны объединиться в том, чтобы избегать участия в иудейском стиле жизни. послушайте, это полторы тысячи лет. Церковь живет в этом. Бернат Лазар так описывает перемены, утвержденные на Никейском соборе. То, что происходило до Никейского собора. Христиане посещали синагоги, праздновали иудейские праздники. Требовалось определенные действия со стороны Никейского собора, чтобы освободить христианство от уз, которое оно до сих пор было привязано к своей колыбели. Этот класс называется мессианский образ жизни и практика. Помните, да? И мы начали с того, как оно было и что происходит сегодня. Те, кто дальше практиковал иудейские традиции, подвергали анафеме, изгнанию и проклятию. Это было преступление против государства и фактически каралось смертной казнью. Начало инквизиции. Будем говорить так. Мы должны понять, что принятые на Никейском соборе правила, они не были внедрены в жизнь немедленно и сразу. Должны были пройти времена. столетиями дополнительные соборы церковные находили еще какие-то тезисы или причины отделения от иудейской веры, от корней церкви. За сотни лет церковь перешла в полную оппозицию относительно мессианской общины первого третьего столетия. Это началось уход примерно в 400-й год. Угрожая жестким расправой тем, кто практикует иудейские традиции, практикует иудейский образ жизни, фактически стали уничтожать так называемое иудействующее. Так мы делаем перерыв. иудейский иудейский иудейский